Ее называют восставшей из пепла. И это очень точное сравнение. Армавирская педакадемия готовится к открытию после страшного пожара. Ректор ВОЗа провел для нашей съемочной группы экскурсию по восстановленному зданию. Юлия Кишинева расскажет об уникальной системе безопасности, которая исключит повторение сценария 2012 года. Смотрим. Просмотр камер видеонаблюдения не меньше 10 раз в день. Ректор Армавирской педакадемии Амбарцум Галластов говорит, обжегшись на молоке, теперь дует на воду. Но его ожог был и правда сильным. Пожар в педакадемии в начале 2012 года взбудоражил весь край. Полыхало несколько сотен квадратных метров. Полностью выгорела крыша, октовый зал. Пожарные проливали здание в течение трех суток. Пострадали библиотека, музей академии. Когда огонь был потушен и в здании можно было зайти, стало понятно. Масштабы повреждений настолько сильные, что главный корпус пришлось закрыть. Ремонт шел три года. Из федерального бюджета выделили 91 миллион рублей. Большая часть времени ушла на создание мощнейшей системы безопасности. Это сердце всей технологической системы безопасности нашего ВУЗа. Это регистраторы, которые 90 цифровых камер пишут в HD-качестве и информация хранится в течение месяца. Специальные датчики срабатывают при проникновении в здание или малейшем задымлении. Тут же звучит оповещение в каждой аудитории. Пока идет эвакуация, рассказывает инструкцию ректор, в здании начинает работу своя насосная станция. А в актовом зале, где и начался самый страшный за всю историю педакадемии пожар, теперь даже занавес сшит из негорючего материала. А крыша сделана без единого куска дерева. В коридорах мы сделали монолит, залили так называемую монолитную крышу. В аудиториях мы поставили сейсмостойкие плиты, и все это было взято в так называемый сейсмопояс. Дальше страпила мы делали не деревянный, а металлический. И, конечно, если обратить внимание с внешней стороны, то крыша у нас идет с таким контуром безопасности. Занятия в восстановленном корпусе педакадемии идут полным ходом. Первокурсники, которые помогали разбирать завалы после пожара, уже готовятся к выпуску. Очень боялись, что не успеют открыть главный корпус до получения дипломов. Мы сейчас очень рады, что мы будем получать диплом в обновленном нашем корпусе, в актовом зале, который очень много для нас, очень большую роль для нас играет. Несмотря на то, что Академия уже работает в полную силу, официальное открытие главного корпуса запланировано на начало лета. Сейчас к этому событию готовятся. Впрочем, все работы выполнены, говорит руководство. Осталось лишь положить плитку у входа. Юлия Кишинева, Дуа Тараканов, Кубань, 24, Армавир.